Вы не поверите, но это реклама. Помните сервер по Айону, про который я вам рассказывал? Проект The Aion. Они до сих пор процветают, у них высокий онлайн, версия игры 3.0. Если вы любите стабильный, ностальгический и надёжный Айон, то я рекомендую идти именно туда. Ссылка на сайт есть в описании, я сам скачивал клиент, всё работает. Приятной вам игры. Хаюшки-шлюшки, дорогие мои дамы и господа, меня зовут Фил. И добро пожаловать в моё первое музыкальное видео. Почему музыкальное? Дело в том, что я ни разу ещё на своём канале не говорил о музыке. И недавно я понял, что это большое упущение. Мне стоит хотя бы как-то затронуть эту тему. И вот у меня появилась идея, о чём поговорить. Сегодня речь пойдёт не о русской музыке, как вы прочитали в названии, а скорее отечественной. Мне приходится ставить такие уточнения, потому что меня могут неправильно понять. Поэтому понимаете то, что я буду говорить о музыке, которая является СНГшной. Ну, которая исполняется на русском. Ну или вообще без слов, но создаётся человеком или людьми, которые находятся на нашей земле. Вот. И главной целью этого видео является дать ответ на вопрос, который поставлен в названии этого видео. Итак, русская музыка. Давайте я начну, наверное, с себя. Расскажу вам свою маленькую историю, как я познакомился с русскоязычной музыкой и каким выводом пришёл. Вообще активно начал слушать музыку я только в седьмом классе. Потому что на тот момент у меня был телефон, который воспроизводил только вот эти классненькие нокиевские рингтоны. У меня была мысль купить наушники и слушать эти нокиевские рингтоны в классе пятом. Но потом я понял, что это было бы немножко дебильно. Поэтому дождался того момента, когда у меня появится более-менее хороший телефон с микро-SD флешкой, или как они назывались. Куда можно было перекидывать друг другу песенки через блютуз или икпорт. Ставь лайк, если помнишь икпорт. Вот посмотрим, как нас мало осталось. Ну, в общем, в седьмом классе у меня появился телефон. И я начал, наконец-то, активно у своих одноклассников скачивать музыку. Потому что почему-то на тот момент я не закидывал свою музыку. Ну, потому что мне не было с чего начать. Я заострю внимание. До седьмого класса я вообще не слушал никакие современные... Никакую современную музыку. Я не знал никаких поп-исполнителей. Что в России, что за бугром. И для меня это все было очень-очень новое что-то. И уже тогда у меня сформировалось мнение о русской музыке. А именно негативное мнение. Мне очень не нравилась русская музыка. Абсолютно вся, как мне на тот момент казалось. Потому что тогда я еще помнил прошлые годы, в которых мои одноклассники слушали крутую русскую музыку. Типа там Тимати, Басты, Децла и прочих чуваков. Я даже не знаю кого. Я просто помню этот русский рэп, который у меня в голове прям засел. Я его возненавидел прямо сразу. И поэтому все русскоязычные песни, которые попадали ко мне в телефон, они там долго не задерживались. И я, ну, относился к музыке так. Ну, такой, современная музыка, но окей, ладно. Потому что я вообще с детства слушал классическую музыку. У меня на виниле был Чайковский. Его альбом, кажется, детский альбом. Прямо так и называется. Может быть, я ошибаюсь. Но, в общем, да, это единственная русскоязычная музыка, которую я слушал. Это Чайковский. Очень классно, кстати. Если вы не слушали до этого, вы просто обязаны послушать. Это вообще просто унесет вас в другой мир. Ну, в общем, ладно, к чему я веду. Я возненавидел русскую музыку. Что рэп, что всякие там скримы, типа оригами. Не заходило мне. Я это не слушал. И в тот момент я открыл для себя группу Linkin Park. И вот именно начиная с нее я прочувствовал, так скажем, современную музыку. И просто с головой окунулся в Linkin Park. Стал слушать их все альбомы. Ну, стал сначала находить по отдельности песенки у своих одноклассников. А потом уже додумался, что можно скачать альбом. И это стало отправной моей точкой в такой музыкальной политике, так скажем, в том, что я слушаю только западную музыку. И так и случилось. На протяжении долгого времени, с седьмого класса, начиная с конца седьмого класса, я слушал только западную музыку. И у меня на протяжении всего этого времени закрепилось мнение, отчетливое мнение о том, что западная музыка лучше русскоязычной. И в русскоязычной ловить просто нечего. Не ловить, а слушать просто нечего. И чтобы вы понимали, в седьмом классе я был в 2009 году. И вот эта любовь к западным и ненависть к русским исполнителям у меня длилась до недавнего времени. До 2014 года, наверное. Я на тот момент, конечно, слушал уже не только Linkin Park, как в первый год моего знакомства вообще с музыкой современной. Я послушал очень много групп, как культовых, так и не очень популярных. И мне все это нравилось. И мой кругозор, музыкальный кругозор развивался, расширялся. И где-то в 2014 году, я не буду вдаваться в подробности, но это произошло, я вот по ощущениям, два года назад, я решил послушать группу Spline. И на тот момент я знал только одну их песню. Это мое сердце остановилось. И я даже до этого времени не знал, что это их песня. Да, настолько я не интересовался русскоязычной музыкой. Но потом посмотрел и решил послушать, потому что, в принципе, это казалось мне не таким уж ужасным по сравнению с русским рэпом и другими песнями в колхозном стиле клубняк. Ну и, в общем, я решил послушать группу Spline, и мне очень понравилось. И на тот момент я подумал, блин, а может быть, все-таки попробовать поискать получше, потому что прошло очень много времени с тех времен, в которых я послушал русскую музыку и возненавидел ее. И решил искать, решил искать других исполнителей. Нашел музыканта с никнеймом Mugeuse. Это роман Литвинов, который делает электронную музыку. И я тогда наткнулся на его альбом, который очень-очень сильно отличался по звучанию. Кажется, он назывался Metamorphosis, вроде бы так. Вышел как раз в 2014 году. И мне прям очень понравилось. Я стал слушать его другие песни. Они звучали очень необычно. Это было... Он пел в некоторых песнях на русском. Хотя многим не нравится его пение. Но мне прям очень дико зашло вот то, как он поет, как он звуки комбинирует. Как его это экспериментальное электронное техно работает. Ну, в общем, оно сработало очень хорошо. Мне понравилось. И я вообще, конечно, прифигел, потому что он делал такую прям музыку на уровне интересную. До этого я на Западе такого не слышал. Ну, хотя, если бы побольше поискал, услышал бы что-то похожее. Но так получилось, что я особо такого не слышал. И я понял, что появляются люди. Появляются люди, которые делают очень качественную музыку в своем стиле. И на высоком уровне. Действительно, на очень высоком уровне. И почему-то таких исполнителей порой мало кто слушает. И в этом, мне кажется, заключается вся суть русской музыки. Хорошей русской музыки. Ее очень трудно найти. Если вы переживаете тот период прослушивания только западной музыки, как у меня. Хоть и на самом деле таких людей мало найдется. Потому что, кого я не встречал за всю свою жизнь. Все слушали русскую музыку. Это я только был такой а-ля русофоб. Ну нет, на самом деле просто не взлюбил вот и все. Но потом поменял свою точку зрения. Я понял, что до 2014 года я слушал плохую русскую музыку. И у меня сформировалось такое неправильное мнение. То, что вся такая музыка значит плохая. Это очень глупо. Но понимаете, когда долгое время ты слышишь только говно. То, ну как бы тебе становится уже плевать на это. И тебе кажется, что лучше ты не найдешь. Но я нашел. И знаете, здесь очень странная и даже страшная ситуация. Потому что если вбить в Google, например, современная отечественная музыка. То можно зайти на сайт, который называется bestmuzon.me И включить какой-нибудь трек. Ну или такой трек. Но от этого сразу хочется застрелиться. Всякие Егоры Криды здесь торчат и прочее говно для непонятно кого. И тут очевидно, что сейчас хорошая русская музыка до сих пор находится в андеграунде. До сих пор очень мало хороших ресурсов, посвященных отечественной музыке. Их правда очень мало. И я, когда в 2014 году стал следить за некоторыми источниками. Просто поразился, насколько много у нас оказывается талантливых музыкантов. О которых не знают. Вы даже представить себе не можете, как я удивлялся, когда слышал какую-нибудь песню. Слушал ее, слушал. И потом обнаруживал, что оказывается, этот трек был написан нашим СНГшным пацаном. Ну, или не обязательно пацаном, но нашим был написан. И я понял, что это получилось только благодаря тому, что у нас появился, у всех у нас появился интернет. Потому что без него наши талантливые ребята, они бы просто не обнаруживали тех крутых других музыкантов на Западе, другие музыкальные течения, стили, жанры. Они бы просто их не обнаружили и, возможно, просто не открыли для себя любовь к музыке. И не стали бы сами музыкантами. Или же им пришлось переехать в другую страну, чтобы увидеть другую культуру. И это, на самом деле, важная вещь. Интернет позволяет просматривать не только культуру своей одной страны, но и всех остальных. Культуру всего мира. Буквально одним запросом ты можешь отправиться и послушать ту музыку, которая нравится, например, в определенном штате в Америке. Или же, что нравится в Англии. Ну, там, ладно, только брит-поп, но все равно. И благодаря тому, что наши люди слушают такую музыку, они открывают для себя то, что, блин, а ведь можно тоже сделать что-то вот такое вот необычное. Они вдохновляются этим и создают что-то свое. И вы представьте, каково было бы, если бы наше поколение слушало только то, что показывают по телеку вот эту уже давно мертвую попсу, которая не побудит тебя создавать что-то интересное, необычное, а просто побудит тебя сделать из себя нового Егора Крида. Поэтому интернет является очень важным двигателем музыкального творчества вообще. Потому что сейчас есть такие классные платформы, как SoundCloud и Bandcamp, на которых регулярно музыканты загружают свои треки, альбомы. И ты можешь просто зайти и бесплатно послушать. Разве это не прекрасно? Именно поэтому у нас сейчас так много наших СНГшных музыкантов, которые, вдохновившись другими западными людьми, да не обязательно западными, другими людьми со всего мира, и они начинают делать что-то свое, пусть и на русском языке, а может быть и не на русском, может быть вообще треки без слов. В общем, это прекрасно. И многие добиваются такого офигенного звучания. И ты смотришь на группу ВК этого музыканта, в которой не набирается и 500 человек, и понимаешь, что, боже мой, насколько люди сейчас глухи в хорошей музыке, и нужно продвигать эту тему как никогда. Но на самом деле сейчас просто переживает начальный период, мне кажется, отечественной нашей музыки до сих пор. Хоть и с 2010-го, мне кажется, вот как раз все начали активно наши творить, творить музыку, творить хорошую музыку. Это по большей части, конечно, тут нужно сказать спасибо ВК, потому что ВК дал огромный толчок в этом плане, толчок как и для слушателей, так и для музыкантов, потому что он, с помощью него продвигалась хорошая музыка. Можно всегда найти паблик с той музыкой, которая нравится именно тебе. И, ну, тут не стоит лукавить. Каким бы сейчас говном не был ВК, в свое время он продвинул музыкальную культуру нашу очень сильно. И поэтому все, что я хочу сказать тем, кто как-то скептически относится к нашей музыке, или же вообще какое-то жесткое отвращение, как у меня было когда-то, зайдите в паблики, которые я вам посоветовал, и послушайте. Найдите для себя интересного исполнителя, потому что важно развивать хорошую музыку, потому что тогда будет появляться еще больше интересных музыкантов, которые будут искать свое особое звучание. И если вам понравилось то, о чем я говорю, и вы хотите услышать от меня какие-то примеры музыкантов отечественных, ну, чтобы я вам посоветовал какую-то нашу хорошую музыку разных жанров, то напишите в комментарии, что вы хотите отдельное видео по этому поводу. Я сниму, я расскажу вам о моих любимых отечественных музыкантов. И поверьте, вы будете в шоке, когда услышите, какие крутые треки они делают. Ну, а пока я хочу закончить очень важной мыслью и заявлением, которое я хочу сделать. Последнее время я очень часто связываюсь с нашими музыкантами, пишу им в личку с вопросом, могу ли я использовать их музыку у себя в видео. Я всегда оставляю внизу ссылку на группу ВКонтакте, или Bandcamp, или SoundCloud этого исполнителя, потому что я хочу продвигать хорошую русскую музыку. Ну, ладно, русскую я постоянно заговариваю. Ну, вы понимаете, я говорю о какой русской, о нашей музыке, СНГшной. Поэтому, если у вас есть друзья-музыканты, или же вы являетесь участником какой-то нашей группы, о которой никто не знает, или же вы сольный битмейкер какой-то, ну, не обязательно битмейкер, в общем, абсолютно любой человек, связанный с музыкой, напишите мне на эту почту, или же в личку моего паблика, ссылка есть в описании, и я с удовольствием бесплатно расскажу своим зрителям, своим подписчикам о вашей музыке. Если вы, конечно, разрешите вставить её в моё видео, я обычно таким образом и делаю, но, в общем, я готов вам помогать продвигать вашу музыку, если она мне понравится. Ну, и на этом, наверное, всё. А, нет, я забыл сказать про русский рэп, про который я плохо отозвался, из-за которого мне могли дизлайк поставить. Сейчас даже русский рэп выходит на какой-то новый уровень, это просто немыслимо, я до сих пор мало могу поверить в то, что я слушаю некоторых русских рэперов, ладно, не всех, не всех, до сих пор многие мне кажутся говном, но есть очень крутые личности, которые действительно переросли через этот говняный пацанский рэп и примитивный звук, и которые делают что-то очень крутое. Поэтому для меня это показатель. Если даже русский рэп становится потихоньку, начинает становиться чем-то годным, блин, это грубое заявление, всё-таки в русском рэпе тоже нужно искать хороших, крутых исполнителей, но это уже показатель, поэтому слушайте нашу русскую музыку. Вот и всё. Спасибо вам за просмотр. Скиньте этот ролик своим друзьям-музыкантам или в какую-то музыкальную тусовку, потому что я хочу помочь нашим музыкантам продвинуться вперёд и рассказать вам, показать их музыку. И вы не переживайте, у меня огромный опыт, я точно пойму вашу музыку, у меня границы очень большие, я слушаю, начиная от классической музыки, заканчивая харш-нойзом. Поэтому даже если вы делаете что-то очень необычное и экспериментальное, я только буду этому рад. Окей, на этом точно всё, меня зовут Фил, увидимся в аду. Ах, Ангелина, Ангелина, моё сердце покорило Твои губы и колготки образ не рисую чёткий